Если я расплачу сегодня в эфире, то это нормально. Ждите. Первый раз решила полететь на каблуках платье. А то я все-таки услышала от Леши, что я вечно на гэблах хожу в Москве. И видите, ну просто с девяти утра на каблуках платье. Не знаю, я страдаю, ребят, я страдаю, понимаете. Страдаю. Кто-то написал, что, наверное, так к лучшему. Я так не считаю. Я, честно сказать, лучше бы поехала на машине. Если я выхала в 9 утра на машине, я была бы в 5 вечера уже в Беларуси. Ну, в Минске. Наверное, даже раньше, да? Не знаю, ну примерно где-то так. Если я выхала в 9 утра, сейчас уже по 8-го. И я еще не улетела. И у меня еще задержали рейс. Это уже второй самолет. Короче, мне просто кажется, что я сейчас умеру. Еще она мне говорит таксист. Ой, мы, может быть, и на этот рейс опоздаем. Я думала, что я там в машине уже начну реветь. Ну, может, сюда сесть, но на нас лучше положить. Кемеров, привет. Как такое, может быть, скажите, пожалуйста, какое-то слово сегодня? Блин, ну я реально устала. Я так отхватила. Потом у меня начала какая-то девочка писать, которая, типа, знает мою дочку. Общается с ее сводной сестрой. Я писала, да, из Питера непридуманная. Начала мне тоже писать, что моя дочь. Потому что я дочку себе вставляла фотка за собой. Ну, короче, такие вещи. Короче, мой день прям по волнищам. У меня давно такого не было дня. Магилюк, привет. Укрой кроссерс. Да. Лучше так. Хочу бы я поехала, правда, на тачке. Я ненавижу маску. Понимаете, час 20 лететь. И просто я в 5 часов сегодня пробыла в пробке. Вот. В этим момент я прям ненавижу ее. Потому что моей жизни занимает где-то часа 4-5 часов пробки. Это просто пустец. И знаете, чего я боюсь? У меня было один раз такое. Я летела, по-моему, через Краснодар. У меня самолет затяжали. Каждые полчаса говорили, через полчаса, через полчаса. И было 8 часов. Я сейчас скажу, что в 8 часов я все собираю. Пойду спать дут на чемодан и ухожу нахрен. Потому что я с 9 утра пытаюсь улететь, сука, в этот Минск. Я говорю, будешь на тачке поехала с кем-нибудь. Я говорю, будешь на тачке поехала с кем-нибудь. Он еще позвал меня в хороший ресторан. Красивый. Мы хотели пойти туда. Я уже приготовила себе одежду. Все. Я постараюсь сейчас просто задержать. У меня самолет часов на 5, на 6. Я готовлюсь к худшему. Потому что сегодня первый раз, когда я ехала на первый самолет. Чтобы вы понимали, показывала в Яндекс.Такси час двадцать ехать. Я уже не первый раз опаздываю за Яндекс.Такси. Час двадцать ехать. А ехала я почти три часа. Понимаете, да? Я выехала заранее. Конечно, засчитывала, что будет пробка. Когда мы подъехали и там перерыли дорогу, я поняла, что это конец. Это знак. Какой знак? Мне надо видеться с Лешей. Или мне не надо было лететь именно с тобой аэропорта. Я теперь не знаю какой-то знак. Какой знак? Ездить на метро, в чем проблема? Ну, ездите на метро, если вы ездите на метро. Я не езжу на метро, мне плохо там становится. Так, а вы, слушайте, я за три часа выезжала сегодня. Да, метро с чемоданом гигантским, конечно. Зачем в Минск? Странный вопрос. Зачем в Минск? Странный вопрос. Зачем в Минск? Там и молодой человек. Затем. Все. Сейчас посмотрим, объявят или нет. Когда надо сдать? На посадки уже идти. Перенесли на 20-35. Ребята, если сегодня принесли рейс, то как красиво должна была быть. Типа крутая ты колхозом была и будешь. Я согласна, если для вас я колхоз. Я не считаю, что я типа крутая. Но, по крайней мере, в своем возрасте считаю, что на метро, например, в Минске езжу. В Москве я не буду ездить на метро, кто не знает. Я вообще, в принципе, боюсь замкнутый пространство. Мне плохо становится. Постанавливаться, когда я спустилась, мне стало плохо, мне начало тошнить. И поэтому, если у меня есть возможность, я буду ездить на такси. Чтобы у меня так хреново не становилось. Хорошая же. Ну так. Здравствуйте. Пожалуйста. Снимите? Да нет, я не воспринимаюсь. У каждого свое право. Если я... Можно рассчитать, пожалуйста? На личные карты? Давайте карты. Хорошо. Так, если рейс принесли наполовину, то посадка... А если еще на другое время перенесут, скажут они или нет? Да, да. Потому что они... А когда посадка начнется, не скажут? Я не знаю. Ну, должны говорить, да, да. А то сейчас пойдешь... Ну, начинается посадка на рейс, они ей говорят. Да? Да. Можно сидеть до Талова. Смотрите, а то я потом... Улетит без меня сомнения? А это все на Минск? Ммм... Ммм... Ну, тогда на основу. Не хочу. Естественно, если он еще говорит про дочку, то вообще это требуется. Вот я чувствую, что он сейчас задержится, монет еще. Ну, вроде сказали, что он уже прибыл. Вот я... Откуда в вашем фленге такие слова к шкуру? Нет? Ух... У? Вы откуда? Из тюрьмы? Ух... Куда летишь? В Минск? Да ну тебя уже все проклянуло. Господи боже мой. Сколько времени летит? Сейчас 20 лететь, а я с 9 утра на ногах. Представляете, какая я уставшая женщина, и меня поймут, которым уже далеко не 20. Что становится твоим лицом. Спасибо. Давайте какой-нибудь приз, кто меня будет веселить, смешить, тому на карту денег перекинул. Я дам адрес Дагдин растила. Бравится, вот эти я светлее стала. Светлее стала. Я же, по-моему, на второй фиге даже отметила. Постоянний раз мне нарастили какие-то желтые волосы или другой оттенок, мне не нравился. Белорусская наша. Конечно, я белорусской еще не сдала. Я вроде не собираюсь. Да. Ну да, в такси лежать. Знаете, как-то задница тоже затекает. Пять часов поездите с одного аэропорта в другой аэропорт. Пожалуйста. Может, мне уже начать сразу собираться здесь? Мне тоже скучно. Я уже была во внуковой, а сейчас я в Жуковском. В жопе мира. Настроение... Я сегодня стратик посылала, по-моему, да? У меня, конечно, настроение плакать. Просто плакать. Дико плакать прямо. Стоит пять часов такси, не знаю. Утром мой такси обществовало до аэропорта две тысячи рублей. Потом я доехала за тысячи триста. Это по времени. Причем комфорт стоил подешевле. Потому что сейчас иностранцы, машин почти нет. Вот. Оттуда я доехала, получается. Тысяча триста, оттуда еще. Что вам считать? Сколько я потратил на такси? Немного. Около трех тысяч. Но все равно нормально. С тобой, ну не знаю, все фоткаются с нами. Хотите, фоткайтесь. Хотите, нет. Да, спасибо. Вы будете жить в Минске? Нет, не будем. Выглядишь шикарно. Это потому, что у меня эффект кокаина. Так если, я же когда будет меня Леша встречать, не могу себе посыпать его. Леша встретит меня. Еще купила по себе зарядку. Она нихренно не работает. Да, думаете он точно? Я тоже надеюсь. Да, Леша в Минске. У меня такие перепады раз в месяц бывают. Я могу сказать так. У нас там непонятно, почему прибывают такие перепады. Что у меня как раз именно эти дни должны приблизиться. Я думаю, очень скажут, что перенесли рейс и еще. Я понедерший. Ну, я не люблю, когда идет не по плану все. Я просто полетела на три дня. Мы просто не видели, с каким чемоданом 16 килограмм были. Думала, что мы там нафоткаемся, будет все классно. Ни хрена, я страдаю. Пойдем, если сейчас я буду лететь. Лешке стыдно с тобой ходить. Попробуй начать следить за собой и одеваться хоть чуть-чуть лучше. Вот такие комменты я люблю, обожаю. Да, детка. Нет, мы еще не долетели. Додей задержали, потому что приехал в Вознадь. Не делал самолет в Вознадь, в принципе. Вообще, скажите, пожалуйста, здесь вообще нормально проверяют симолеты или нет? Так страшненько. Блин, привет. Да, когда буду в Минске, я скажу привет. Ребят, сейчас сниму эффекты, буду выглядеть не бомбически. У меня волосы, да, мне прям как-то легко стало. Хорошо, и белый-белый. Идеальная пара, да, мы с левой шальной передвизица не можем. Смотрите. Я думал, что мы уже вылетаем. Нет, походу мы не вылетаем. Полетающие дни, рейсинг номер П-29-74. Желаю тебе облую вещь, конечно. Болтую. Я одна. Без мост, я думаю, что ты еще напишешь что-нибудь. Может, я заплачу. Такая страшная, какая и есть, другой не стану. Я только сделала волосы. Домоделин там клевый. Не читаю, считай, что жарик самый классный. Открыли, не дам только 100 лет, когда я полетаю самолету. Не знаю, мы еще на проекте были, мы в Минске летели отсюда. Кострома, привет, привет. Угробающийся самолета нет. Я боюсь об этом пространстве. И если меня закрыть в комнате, то мне станет очень плохо. Мне начинает тошнить. Мы слышали. Ага, когда вы посадили. Вылет 20.35, это через 40 минут. Ну ладно, хоть не говорят сейчас, что еще на 40 минут заезжали. Вот этот вылет, да, только задержали, говорит. Мне уже какая-то непозитивная стала, если честно. Минскская помада. Давайте я покажу вам свою помаду, раз мы тут сидим. Нет, 20.35 вылет. Сказали, что перенесли, но еще не начали посадку. В полиции что-нибудь купить, а взять и купить себе что-нибудь такое эдакое. Эх, 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 дорогущие пойти. Тут такой большой бюджетный фрика, хорошо. Нет, ничего не куплю себе. Обрадовалась. Чего обрадовалась? Боже мой. Так, Яночка, Яночка. Идешь ты в бан. Ой, я за эти дни столько людей удалила. Так, скрыт прямые эфиры. Сейчас хорошая погода, да, Миска, там плохая? Как вы можете разглядеть? Мне кажется, после меня вот такая депрессивная стала и злая. Леша, мы только что подписывались. Странно, это вроде на стричках, все время плакать хочешь. Ну, кстати, да, я мало плачу. Могла бы больше. Был момент, когда каждый день могла плакать. Короче, больше такого не было. Ну, психика немножко испортилась, но надо им было. Мне не говорили, куда-то подойти. По-моему, я не каждому нравится свою, кому-то нравится, знаете, ну, девочки, например, темно-коржа. Остальные им все страшно. У Леши были такие планы, да, у нас были грандиозные планы. Мы уже пишем, что он в шоке, просто готовится меня сколько встречать. Я тоже так считаю. Какая-то падла на глазах. Мне уже говорили, что... Как зашла, что случилось? Что случилось? Девять утра много, не попала на один самолет. Вот сейчас задержали второй самолет. Класс. Но опять убили, что ты улетаешь. Блин, как вы слышите, ничего не объявляли. Все сидят на месте, и никто даже не встал. Да, для меня замкнутое пространство это все. И когда много людей, замкнутое пространство. Ну, слушайте, я выросла в тот момент, когда взрывали метро, взрывали дома. И тогда мы маленькие молились каждую ночь, чтобы не взорвали наш дом. Я это все прекрасно помню. Когда захватили Норд-Ос. Боже. Все, короче. У меня еще не началась. В виде регистрации не началась. лететь в минск час 20 на такси на аэропорта получается ехать часа с пробками с нашими сейчас обучены три часа вот я думаю как вы думаете это очень нормально лететь час 20 а сегодня я прокаталась столько времени что уже в минске была вновь если поехала на машине на регистрацию уже говорите на регистрацию куда девочку позвали на регистрацию не говорили у нас уже не регистрация мы уже давно зарегистрировались на посадку ребят вы что-то эти сила бакбаре ждем помада махни в баре нет все бахну в баре мы будем стеркать сегодня такого много не хочу так мои тоналки надо кстати менять тоналку у меня кожа сохнет конечно же синяя помада без нее я никуда не выхожу где уже и не крашу все стареешь да конечно я старею но все-таки тридцатка скоро ребят ну как бы пора пора стареет отступить дорогу молодым где помада красивой кубу господи если запознает да да мой приветики допускать минуты полета на его суверяющееся не скажешь так спасибо самолете почему-то не так понимаю что это временно нашла я вот она как обещала какой номер нужно кто там сегодня у меня спрашивал зайдешь в эфир смотри вот она не видно да опять блин я не знаю когда я вам сделала про свою косметику кстати такой темный раньше не красилась но сейчас как ты лег ласково называли ну не знаю мы бусинка друг друга бусинка вот так вот так называем дима и данечка привет куда мы будем летать я уже зарегистрировалась вы что прикалываетесь а на посадку еще никого не звали нет есть посадка есть регистрация понятно что я сижу внутри аэропорта что я уже зарегистрировалась привет старушка привет привет сумки садовод иди займи учились где в туалете иди зайдешь Да, не руку подустала, есть такое. Спасибо, это супер. Говорили подать настройку и регистрацию какой-то девочки. Пожалуйста, все, хватит. Если вам точно послышалось, то извините. Да, у меня вообще какая-то груз печали. Да, все уже улетели. Покажу, все, кто летят в Минск, чтобы вы понимали, они все улетели. Вот, кто сидел, так и сидит. Что-нибудь быстрее нас заберут, уличник курю. Как гровки сейчас вчера покрасила ужасно. Леша пошел мне к карандашнику, сказав, что я не спевала уже за эти. Она была не красит, как-то что-то не так взялось. Который на губах только что показывал помаду. Ну да, иди на самом деле. Все сидят. Вот я сейчас пойду, чисто, потому что вы мне сказали, я буду такой курицей. Потому что никто не идиот. Думаю, меня бы уже позвали. Нам еще здесь нет. Мы ее не будем ждать. Вот. На три дня всего. 29. Я по эту банну же не по-плохому у тебя спросила. Я не знаю. Что по-плохому у тебя спросили? Вообще должна и были идти, я не знаю теперь. Причем я к этому времени не линей, я же не знаю. У меня хорошо поширпает, покушает. Шлычки, это классно. Где настроение? Осталось в 9 утра где-то. В аэропорту Внуково. Я должна была уже гулять с своим любимым. А нифига. Глаза красивые, у тебя спасибо. Знаете, как я раньше боялась самолетов с детства. Мне прям плохо было. Отошлило. Что я бессознание у меня выносили. Когда я выросла, тоже побаивалась. А потом я поняла. Мы все равно вдохнемся реально. И что сделаешь? Я когда летаю, трясет. Бывает страшновато, но я не сижу и думаю, все равно умру. Все равно умру. Сейчас или потом. И все, мне не страшно. Я буду 3 дня в Минске. Конечно, после Дома 2 бы хорошо. Но я могу ходить, когда хочу краситься. Я могу ходить. Я по 4 месяца там волосы не красила. Что вы говорите? Блин, как вы думаете, оно началось? Что такое веселое официант? Как вы думаете, стоит уйти, да? Ну ладно, пошло. Все-таки я пойду вас послушаю. Я пойду. У меня вообще не заряжается. Вы понимаете? Вообще. Вот одна горит и все. Нужно пойти и отдать этому парню. Он говорил, нам без зарядки хватит. Не знаю, где мы там шейтики. Где-то на бутылке. Пойдем прогуляюсь, посмотрю. Пойдемте. Да, я же выказываю. Сделаю перелизацию. Мне до сих пор не пошли на лбу. На лбу пырышки. Какой у меня выход? Мы сейчас посмотрим. Пятый выход, пятый выход. А, очередь там, да, и боже. Можно посидеть еще. Регистрация вроде начинается. Так что, Минск, скоро я буду. Родилась я в ТОПЦ, выросла я в Москве. Да. Давайте тогда перелесну, типа я не видела просто. И начинаю радоваться. Иди в самолет. Вам показать очередь, а проезд есть? Это просто пиздец. Ой, извините, есть там дети. Посмотрите, вы меня отправляете. Кого радует вас, когда вы устроили? Пойдемте, я лучше себе что-нибудь выберу. Мы с ней в платье, на каблуках, как это. У меня очень болят ноги. У меня были замшевые такие босоножки. Девчонки, я теперь купила лаковые. У нее просто ужас какие. Леша делал свой паспорт. У них, у белорусов, не два паспорта у нас. О, боже, какие страшные очки. Давайте посмотрим очки. Они такие страшные. Вот какие бы понравились вам. Видите меня? Где вы видите? Сидите меня, подходите. Мне скучно. Кто видит меня подходить? Ой, даже на какие мне подойдут очки. Никакие. Никому не нравятся. Ой, одни есть классные. Ребята, за 500 евро, как вы считаете? Классные? А? Я люблю очки. У меня раньше было много. Но я экономлю. Экономлю, экономлю. Никогда не думала, что я буду экономить. Покажи. Ай, ладно. Чтобы показать очки надо, которые мне понравились. Нет, если я сейчас их померяю, они мне подойдут, то я не буду экономить. Я 5-я на ресторан, наверное, столько трачу за 2 дня. Ну, ладно. Духами, что ли, какие-нибудь павшикатские? Какие вкусные духи, давайте. Нет, я еще не в Минске. Блин, там вообще классные. Почему? Тюфриш тоже нормально бывает. Какие духи классные. О, Дольче Габбана. У меня раньше такие были. Думаю, всех такие были. Они-то мушки? Да. Боже мой, смотрите. Вы просто понимаете, кто это? Девчонки, кому он нравится, ставьте плюсик. Парни тоже, кстати. Скажите. Я молекулу Майм подарила. Скажите, что он прекрасен. Посмотрите. А вот она, которая должна быть с белыми волосами. С темными вообще ни о чем. А вот он, мне кажется, с белыми будет классный. Ну, все. Ну, и все. Ну, и все. Больше тут никого нет красивого. А это кто? Это Анжелина Анжели? Я что-то не пойму, кто это такая. Плюсик, плюсик. Давайте, плюсики. Ну, только напишите мне, это Анжелина Анжели или нет? Или похожа на нее женщина? По губам похоже на нее. На Джоли. Да, тоже согласна, что ты красавчик. Блин, чем надо пшикаться? Тож, я приехала, лег в плаву. О, боже мой. Вот это моя женщина пахнет. С ума сойти. Это, думаю, за 10 часов я пахну невкусно. Так, вы писали какие там Анжели? Купи шоколадку, Гера. Люблю. Нет, не Джоли. Он так на ее рот похож. Губы прям вообще. Вот какие-то духи даже такие не знали. Вообще, они любят такие, как у всех. Не знаю. О, кому нравится? Так, Шарлистерона. Шарлистерона вам нравится? Я ее обожаю. Мне кажется, она самая крутая. Вот. Она мне очень нравится. О, манталь можно. Да. В мантале есть ничего, да, духи? Какие-то новые. Сейчас мы занюхаем. Каким манталь вам нравится? Какими пользуешься? Я показывала много раз. У меня разные. Мангера. Это не манталь. Да, какие-то другие? Похожи. О, они чутаки, кстати. Что это? Что-то такое вкусное. Какие-то кофейные. Выглядит от них чуток. О, эге-гей. Ой, ноги. Это очень неплохие. Не знаю, что это за вода такая. Это мантсера. Что это за духи? Классные ли? М-м-м. Ничего такие. У кого такие есть? Нет, такие не хочу. Я просто такие не видела, поэтому подошла к ним. В сад, вот такие все, в сад. У меня такая придира в духу. Что тут есть из косметики? Знаете, такое чувство, что здесь все очень устало. Устаревшее, старое, да? Посмотрите. О, у меня была такая тушь. Вообще говно. Туточка мантали выпускает. Да, я думаю, что это похоже упаковку. Это видели сестра Филипп Лейн на какую одежду? У кого такие тени? Ну, просто Зоя красит. Я понимаю, что таких цветов у меня нет. Я хочу все такое. Это что такое? Да и зашла. В крема. Посмотрим, зашел там народ или нет. А, даже не собирается сходить. Сейчас вам говорю, есть еще на полчаса перенесут. Привет, сто процентов. Привет, привет. Слушай, много пишет, кстати, магазинов. Мы писали. Какого можно приобрести духи? Ну, я думаю, можно накрутиться на поделку, да? Ну, нет, если началась посадка. Слушай, не знаю, когда начнется люди просто. Потому что, представляете, на таких каблуках столько времени. Ну, хотя бы человек там стоит, уже радует. Я ненавижу сзади. Я таки ничем не набрызгалась, сяду. Хорошая, позитивная. Очень люблю тебя. Спасибо. Смотрите, сколько людей это все на Минске. Ну, не знаю, не знаю. Молодец. У вас прохладно? Блин. Хорошо, чтобы мне напомнили. Я свою шубу забыла. Какая прелесть. Спасибо, девушка. Спасибо. Вы просто моя спасительница. Я же приготовила, понимаете, тепленько одеться. Если бы вы не сказали, я бы сейчас забыла. Представляете, свою махнушку. Я думаю, что они еще надо на полки сюда принесли. А надолго? Насколько могут? Насколько могут? Насколько могут? За двух шут ночи? Так, часто, да, бывает? Я когда покупала билет, еще указала, чтобы мне, если будет задержка, в смс-ке купила дополнительную функцию. И мне не пришла смс-ка. Ну, что? Вот так вот говорят, здесь часто опаздывают самолеты. Вот. Вот сколько самолеты сказали через полчаса, и так будут говорить, я думаю, каждые полчаса. Хотя девушка там стоит вроде. Там девушка стоит, или она там обычно тоже стоит? Лиза, как поддерживаешь свою красоту? Я не знаю, как. Ой, я прям Леша вчера рассказывала, да, конечно. Вы так мечтаете, чтобы и было именно так. Всем, мне духи эти понравились. Верно, какие-то кофеи, наверное, было под шикой. Ты идешь к воздухе, значит, уйдешь. А, по-моему, она уже ушла. Если она ушла, то это все? Да, по-моему, она ушла. Потому что лететь час двадцать, я думаю, у меня Леша встретит, и мы поедем погуляем. Она берет, как я, но ничего не сочетает. Смотри, я начинаю засыпать. Пойду, кофе выплю, раз ее объявили. Ну все, уже сколько? Двадцать четырнадцать, я их буду переносить, переносить. Кубы перекаченные, да, сиськи сделанные, страшные, кривоногая, кривоногая, целлюлитная, сальная кожа. Блин, что они там еще пишут? Все, все. Ну, я так ее люблю. Кубы жесть. Ой, слава богу, что у вас главное, чтобы не было такое жесть. Наши хорошие врача, кто делает хорошую элопластику. Нас спрашивают, кто делал хорошую элопластику. Началась посадка, ребят, все, пока. Все, я вас обнимаю целую, господи, спасибо, что вы были со мной. Ой, все началось. Это счастье. Я просто с девяти утра на ногах, чтобы понимали, я опоздала на первый самолет. Я во Внуково была. Потом я сто раз переключала, то в Домодедово хотела купить билеты, там уже не было билета. Потом в городе побыла час, сюда ехала, мне сказали, что мы опоздаем. У меня уже началась истерика, потому что я в девяти утра на ногах. И вот сейчас, когда сказали, что задержали рейс, я подумала, что это все. Ну, что это просто не судьба мне сегодня попасть в Минск. Я подумала, лучше бы я на машине поехала, а дала бы меньше денег и еще поехала бы, да, и нормально доехала бы за это все время. Тут только пробки у нас по три-четыре часа. Сейчас из-за этого чемпионата просто ужас какой-то. И сегодня пятница, все дачники вышли. Да. Да. А откуда вы добирались? Мне тоже сегодня говорили, что я быстрее буду. И по прямой сюда? Так я взяла во Внуково поближе, думаю, во Внуково-Шереметьево. Фигушки. Сегодня какой-то ужас. Спасибо. 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 Спасибо.